Здравствуйте, уважаемые подписчики, слушатели и гости аудио-видеоблога врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Я, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение статей из сборника «Проблемы острых экзогенных психических заболеваний», напечатанной в трудах четвертой сессии Украинской психонерологической академии под редакцией профессоров Т. И. Юдина и профессора М. А. Гольденберга. Госмедиздат УССР, Харьков, 1935 год. Итак, в данном аудио-видео отрезке я зачитаю статью профессора М. А. Гольденберга из Харькова. Являюсь из четвертой психиатрической клиники. Директор как раз он, директором которой как раз и является автор этой статьи. Вот. Института клинической психоневрологии. Директор этого института, профессор Т. Юдин, Украинской психоневрологической академии под названием «Кучение об экзогенных типах реакции». Настоящий доклад является продолжением сделанного нами доклада на Первом Украинском съезде психиатров и невропатологов. В нем мы попытаемся уточнить и развить отдельные положения, выдвинутые раньше, а также поставить и наметить решение некоторых новых вопросов, связанных с учением об экзогенных типах реакции. В своем докладе на съезде мы указывали на некоторую целесообразность по соображениям методического порядка рассмотрения учения об экзогенных типах реакции в двух планах. Первое. В плане вопросов, трактующих об однородности типов психотических реакций при инфекциях, интоксикациях и травмах мозга. И второе. В плане вопросов, трактующих о специфичности или не специфичности психозов при этих заболеваниях. При этом, однако, следует подчеркнуть, что такое деление условно, поскольку оба эти вопроса связаны друг с другом. Касаясь вопроса об однородности психотических реакций при инфекциях, интоксикациях и травмах мозга, мы на материале по инфекциям и интоксикациям в общем подтвердили наблюдения, впервые установленные Бонн-Гефером, что при этих заболеваниях преимущественно встречаются гетерономные картины Клайзл или картины экзогенного типа реакции, как их называет Бонн-Гефер. В этой части наши расхождения с Бонн-Гефером шли не по линии установленных им фактов, наблюдения по линии трактовки причины появления типов эндо- и экзореакций. Мы подвергли критическому рассмотрению ряд теорий, предложенных для объяснения причины появления гетерономных картин, теорию дозы токсина, шпехта, темпа действия Крепелина и самого факта экзогенности Бонн-Гефер. Не отрицая важнейшего значения приведенных факторов, экзогенности, вредности, дозы и темпа действия, мы, однако, считали, что решающее значение должно быть приписано не им, а структуре вредности, в смысле ее родственности или чуждости мозгу. Причем темп, доза и другие аналогичные моменты становятся условием или препятствием обнаружения родственности или чуждости мозгу. Эта гипотеза дает нам, в отличие от Кляйста, полную возможность объяснить все случаи психотических реакций по экзо- или эндотипу. Перед тем, как перейти к изложению основных положений доклада, необходимо указать, что по ряду моментов, связанных с материалом, а также по соображениям методического характера, мы ограничим рассмотрение трактуемых нами вопросов только одним синдромом экзогенных типов реакции – делериозным синдромом. Этим, однако, не исключается, что некоторые наши положения могут быть привлечены для объяснения ряда вопросов, связанных с другими синдромами экзогенного типа реакций. Перед тем, как перейти к изложению основных положений доклада, необходимо указать, что по ряду моментов, связанных с материалом, а также по соображениям методического характера, мы ограничим рассмотрение трактуемых нами вопросов только одним синдромом – экзогенных типов реакции – делериозным синдромом. Этим, однако, не исключается, что некоторые наши положения могут быть привлечены для объяснения ряда вопросов, связанных с другими синдромами экзогенного типа реакции. В связи с рассмотрением гипотез, объясняющих причины появления экзогенного типа реакции в форме делирия, мы считаем теперь необходимым остановиться на гипотезе и теологического промежуточного звена «цвещен глит», которое получило довольно большое распространение среди психиатров. Эта гипотеза, имеющая многих сторонников, как известно, подверглась резкой критике со стороны Штерца, Крепелина и других. Возражение Штерца сводится к следующим. Никто не доказал наличие в организме этой этиологического промежуточного звена. Этиологическое промежуточное звено может быть замещено травмой и инфекцией. Третье. Хронический алкоголизм не всегда приводит к делириум тремес, но и к другим синдромам. И этиологическое промежуточное звено, если объясняет, почему различные яды вызывают одинаковые картины, то не объясняет, почему одинаковые яды у различных людей или у одного и того же человека вызывают разные картины. Считая, в общем, заслуживающим внимания основные возражения Штерца, мы со своей стороны находим возможным подкрепить их дополнительными данными и некоторыми соображениями. Спрашивается, нужно ли прибегать к помощи гипотезы об этиологическом промежуточном звене, когда синдром этиологического... Вот видите, они тут дают этого сокращения. Этиологическое... То есть, значит, опущу. Когда синдром делирия, по нашим литературным данным, при атеропине, появляется через время, исчисляемое минутами, если принять при этом гипотезу этиологического промежуточного звена, то тогда с таким же правом ее можно будет принять при объяснении любого синдрома и соматического заболевания, повышения температуры, например, при различных заболеваниях, тифе, пневмонии. Верно, что в известном разрезе можно всякое заболевание объяснить с точки этиологического промежуточного звена, хотя бы потому, что воздействие на организм происходит через изменения коллоидных и других отношений в нем. И изменением последних можно объяснить появившееся заболевание. Но в таком случае теряется потребность и резон де тре в подчеркивании этиологического промежуточного звена для объяснения как раз однородности психотических синдромов при интоксикациях, инфекциях и травмах мозга. Попытка объяснить общность психотических синдромов общностью ЭПЗ, я буду коротко читать ЭПЗ, предложена была впервые Бонн Геффером для объяснения причины появления при алкогольных хронических психозах делириум тременс, гетерономного типа реакции. Два обстоятельства, по нашему мнению, побудили выдвинуть гипотезу ЭПЗ. Первое – это отстояние в ряде случаев, момента действия, вредности и наступления психоза. И второе – это идентичность во многих случаях картины при самых разнообразных вредностях. Что касается первого обстоятельства, то оно имеет в виду главным образом появление делириум тременс в ряде случаев спустя некоторое время после прекращения приема алкоголя. В основе предположения ЭПЗ в этом случае лежит представление о том, что психоз является непосредственным результатом действия яда. Так как алкоголя при наступлении психоза уже нет, то предполагается наличие какого-либо другого яда, который уже вызывает психоз непосредственно. Так как алкоголь при наступлении психоза уже нет, то предполагается наличие какого-то другого яда, который уже вызывает психоз непосредственно. Но такое представление о непосредственной связи психоза и действующей вредности отнюдь не является обязательным. Легко допустить, что яд производит изменения, последствия которых сказываются только через некоторое время. Это тем более легко допустить, если учесть сложность функциональных взаимоотношений между отдельными частями центральной нервной системы. Мы могли бы, например, предположить, что делирия является следствием повышенной деятельности, более элементарной и вместе с тем устойчивых нервных образований при ослабленной деятельности, скажем, мозговой коры. Тогда мы могли бы единым механизмом объяснить возникновение делирия и при непрерывном приеме алкоголя, и при появлении его спустя некоторое время после прекращения приема алкоголя. Только в первом случае поражение сильнее захватывает кору и слабее другие образования, вызывая выпадение функции первой и раздражение второй. В случае отсроченного наступления психоза, наоборот, первыми освобождается от действия яда и переходит в состояние последующего раздражения. Именно более элементарное образование, в то время как более высокие области коры, по нашему предположению, еще остаются в состоянии угнетения. Переходя к рассмотрению второго обстоятельства, побудившего предложить гипотезу ЭПЗ, а именно идентичность, во многих случаях картин самых разнообразных вредностях, нам кажется, что представление об ЭПЗ при делирием теременс исходит довольно ясно из предположения об абсолютно специфическом действии алкоголя, который во всех случаях должен будто бы дать гомономную картину. С нашей точки зрения специфичность – это закономерность явления при определенных условиях. Если меняются условия, то мы можем и не получить гомономной картины. Гораздо проще предположить, что при длительной алкогольной интоксикации отношение между алкоголем и мозгом резко меняется. Мозг уже не таков, каким он был раньше. Вследствие этого, совершенно закономерно, на ту же вредность, возникает новый тип реагирования – гетерономный, а не гомономный, который выражает иные специфические отношения между алкоголем и мозгом. Гипотеза ЭПЗ имеет смысл только при том предварительном условии, что орган, на который действует этот ЭПЗ, остается постоянным. Если этот орган, мозг, меняется, то ЭПЗ, будучи одним и тем же, будет давать уже разные реакции, и тем самым не достигается основная цель его предположения. Следовательно, не отвергая возможности такого ЭПЗ в конкретном случае, мы, однако, основным условием гипотезы ЭПЗ должны поставить констатирование факта неизменности того органа, реакцию которого мы наблюдаем. Если такое постоянство не доказано или не установлено, то и предположение об ЭПЗ до всякого эмпирического прослеживания его лишается своего резон де тре. Право на существование. И Бангефер исходил из того, что предположение об ЭПЗ необходимо именно потому, что одна и та же нервная система на разные раздражения отвечает одним и тем же способом. Все изложенное позволяет нам таким образом отвергнуть гипотезу об ЭПЗ для объяснения причине однородности типов психотической реакции именно делириозной при инфекциях, интоксикациях и травмах мозга. Этим, однако, не отрицается возможность наличия ЭПЗ в том или другом конкретном случае. Далее. В вопросах патогенеза остается неясным вопрос о механизмах действия вредности, вызывающих экзогенный тип реакции в форме делирия. Наши и литературные данные о психозах при атропине, а токоподобный материал острых интоксикаций может быть убедительной, показывает, что делирий наступает у каждого человека в ответ на определенную интоксикацию. В связи с этим нужно признать ошибочное мнение, согласно которому делирий – результат действия вредности на здоровый мозг, а менция – на дефектный мозг. Наш материал показывает, что делирий может наступить при действии определенной вредности, атропин, на любой мозг, в том числе и в тех случаях, когда у больного в ответ на другие вредности наблюдался аминтивный синдром. Поскольку делирий наступает у каждого человека в ответ на определенную интоксикацию, поскольку нет никакой надобности объяснять появление делирия исходя из распространенной в литературе теории специального преформирования патологических механизмов. Мы полагаем, что для этого нет никакой надобности, если под преформированными механизмами понимать такие патологические механизмы, которые свойственны не всем людям, а только некоторым, ибо лишь в таком смысле они только и правомерны. Вряд ли необходимо прибегать к помощи такого понятия для объяснения ограниченных возможностей человека, например, об умении только ходить, а не летать. Далее наблюдение над процессом развертывания делирия дает нам основание рассматривать его не как заложенный в организме, предуготованный, преформированный патологический механизм, а как расстройство механизмов нормального психического функционирования. Разве можно считать появлением каких-то готовых патологических механизмов явление стадии оглушенности в наших случаях атропинного делирия, о которых мы будем говорить дальше, стадия, которую Яспер даже считает нужным характеризовать как такой, при котором не переживается никаких новых, а лишь меньше душевных явлений. Дальнейшее развитие синдрома, как показывает наш материал, и идет в таком направлении, что постепенно констатируется изменение интенсивности или извращение наличных психических функций и их взаимоотношений, как в процессе распада, так еще больше в процессе постепенного восстановления для наблюдателя при делирии ясно выступает патология наличных психических функций, а не какие-то особые патологические преформированные механизмы. Верно, что явления наступают как чуждые, как необычные, но все дело, однако, в том, что обычно авторы переносят эту характеристику явления на характеристику их механизмов, отождествляя оба эти момента их. В этом их ошибка. Наш материал далее очень ясно показывает, что предрасположение к появлению делирия может иметь только ограниченное значение в смысле появления делирия у разных лиц при разных, например, дозах, но не отнюю в смысле возможности вообще появления или не появления делирия в зависимости от определенного типа предрасположения. В свете наших данных видвинутое кляйстом понятие симптоматически лоббильной конституции может быть принято для делирия только в таком ограниченном разрезе. Для его появления в одних случаях нужна большая доза данной вредности, более быстрый темп действия и так далее. В других случаях достаточно меньшей дозы, более медленного темпа действия и так далее. В отношении второй группы можно принять понятие о симптоматически лоббильной конституции, поскольку здесь может идти речь о слабости определенных механизмов нервной системы, выражающей предрасположение. Только в таком ограниченном представлении оно правомерно. Таким образом, мы полагаем, что первое, гипотеза ЭПЗ должна быть отвергнута в качестве объяснения однородности типа психотической реакции в форме делирия при инфекциях, интоксикациях и травмах мозга. Второе, нет надобности для объяснения его появления прибегать к понятию специально патологических преформированных механизмов. И третье, для самой возможности появления делирия фактор конституциональных различий не играет решающей роли. Здесь мы считаем необходимым во избежание недоразумения отметить и подчеркнуть то обстоятельство, что выдвинутыми нами положениями не умаляется роль конституциональных различий в картине экзогенного типа реакции. Наша мысль заключается лишь в том, что на определенную вредность организм отвечает определенной реакцией делирий и что в этой реакции выявляются не какие-либо особые специально патологические механизмы, а лишь искаженные черты присущих организму нормальных способов деятельности. Конечно, разные картины с разной степенью обнаруживают черты конституциональных различий и делирий в этом отношении стоит на крайнем фланге. Именно благодаря этому по чисто методическим соображениям нами рассматривается делириозный синдром. Далее, с нашей точки зрения, изложенной подробно в прошлом докладе, решающим моментом появления эндо- и экзореакции, как мы уже упоминали, является структура вредности в смысле ее родственности или чуждости мозгу. Но самая родственность или чуждость выступает не абсолютно, а в определенных условиях дозы, темпа действия, состояние организма и так далее. Эти условия могут приводить к тому, что одна и та же вредность выступает то, как родственное, то, как чуждое. Помимо того, нужно учитывать и то обстоятельство, что головной мозг не представляет собой однородной массы, но как в биологическом, так и в биохимическом отношении представляет собой систему разных качественных образований, по-разному относящихся к действию вредности. Мы считаем поэтому необходимым указать также на важность избирательно-локального отношения отдельных участков к вредности и значения этого обстоятельства в картине психоза. В этом отношении интересные работы Магнуса и его сотрудников, показавшие, что рефлексы положения и стояния изменяются в различной степени в зависимости от различия ядов, появления при атропинных психозах, делирия, а не другой формы. Появление делирия с определенными особенностями мы считаем возможным отнести за счет определенной локализации процесса. Вторая часть. Переходя к вопросам, касающимся специфичности психотических реакций при инфекциях и интоксикациях, мы напоминаем о существовании двух в основном противоположных взглядов по этому вопросу. Одни авторы Крепелин, Кляйст, отчасти Бумке, в общем, высказываются в пользу специфичности психоза. Другие Зиммерлинг, Боннегефер и другие отрицают специфичность психоза при инфекциях и интоксикации. В закладе на съезде мы пытались доказать правомерность попыток установления специфической окраски психотических реакций при инфекциях и интоксикации, подчеркивая, в отличие от других авторов, понимание нами специфичности не как абсолютной специфичности, а как выражающей закономерность явления при определенных условиях. психотическая реакция экзогенного происхождения является результатом взаимодействия НОКСы и личности. При различных заболеваниях отношения между ними различны, различны и клиническое выражение. Далее эти отношения различны и в различных базах заболевания. Этим объясняется с одной стороны возможность установления специфичности, причем часто только в определенных фазах заболевания, с другой стороны в различных фазах и даже при ряде на всем протяжении психоза специфические особенности трудно уловимы, а иногда и совсем не уловимы. В этих случаях часто на вансцену выступают формы реакции, связанные с фактором конституционального различия. Отсюда следует, что становление наличия специфичности при инфекциях, интоксикациях и связано с конкретным изучением материала. По линии инфекционные мы иллюстрировали наши положения материалам посыпному тифу и гриппу. Мы тогда же подчеркивали трудность исследования специфичности на материале инфекции и большую наглядность ее при интоксикации, где причинные отношения выступают чаще яснее. По линии интоксикации мы иллюстрировали материалы по морфинной и кокаинной интоксикации. На этом материале мы показали специфические черты психотической картине, протекающей по гетерономному типу и представляющие большое принципиальное значение для психопатологии. Очень слабо разработано. В этом разрезе наш материал по атропийным психозам, который я имею ввиду здесь изложить, представляет интерес. Наш материал касается 27 случаев, наблюдавшихся нами в разное время в связи с различными обстоятельствами интоксикации. В числе наших случаев было 4 случая до интоксикации душевно здоровых и 23 до того душевно больных. В ряде случаев случайность представила нам возможность наблюдать при этом психоз от начала до его окончания и точно установить дозы принятого больным атропина. Скользь. В связи с нашим материалом мы выдвигаем понятие психотической дозы в отличие от понятия просто токсической. Последнее не обязательно сопровождается выраженными нарушениями со стороны психики. Мы рассматриваем психотическую дозу как подвид токсической дозы. Установление понятия психотической дозы имеет не только теоретическое но и практическое значение. Попутно мы установили что минимальная токсическая доза выше обычно принятой в известной мере авторы не знавшие этого и не получившие отравления при даче больших долг атропина энцефалитикам шизофреникам невротикам в частности при исследовании по Даниэл Лопулу приходили к заключению что в данной группе у больных имелась большая сопротивляемость к атропину. Между тем частично а иногда и целиком такое заключение могло быть отнесено за счет неправильных представлений о токсической дозе атропии но я хочу здесь кратце заметить что почему атропия знаете вот белодонна есть такая трава красавка да красавка вот знаете даже говорят ты что белинный объелся белина это и есть белодонна значит белинный объелся значит когда человек принимает или даже не человек даже животное предположим вот коровы жвачины и так вот значит скажем так жуют большое количество красавки белины белодоны они будут тоже находиться в психозе поэтому когда говорят ты что белинный объелся имеется ввиду что ты чепуху несешь то есть а белодонна белодонна красавка вот она естественно содержит и оказывает действие как атропин поэтому в эксперименте вместо белодоны травы использовали атропин почему и атропин и белодонна они содержат атропиноподобные вещества и вызывают вот одинаковые значит симптом делирия синдром делирия как же мы упоминали четверо больных были до атропинного психоза душевно здоровыми остальные были душевно больные среди них 7 шизофреников 4 эпилептика 3 олигофрена двое с постинфекционными психозами трое прогрессивным параличом помешанных 1 маньяк одепрессивный психоз и 3 с невыясненным диагнозом атропинный материал представляет интерес для изучения ряда вопросов связанных с учением об экзогенном типы реакции еще и в том смысле что атропинные психозы в отличие от многих других известных нам токсико инфекционным психозам протекающих по гетерономному типу дают только один синдром а не несколько следует отметить что и бангефер допускает что при определенных инфекциях и интоксикациях могут чаще встречаться определенные синдромы важно на конкретном материале доказать наличие этого явления мы подчеркиваем этот момент так как значение его многими исследователями недостаточно отмечается переходя характеристики психоза атропинного происхождения следует в первую очередь подчеркнуть что атропинный психоз у всех наших больных протекал в форме делирия опубликованные в литературе 76 казуистических случаев прослеженных 33 авторами за последние 50 с лишним лет показывает что и все их случаи протекали также с делириозным синдромом следовательно на основании литературных и наших данных мы констатируем что для атропина патогномоничным значит патогномоничный токоделири и другие психотические синдромы при нем в общем не встречаются отсюда можно сделать вывод что для некоторых вредностей патогномоничны определенные синдромы установление этого само по себе имеет дифференциально диагностическое значение так например в нашем случае оно позволяет дифференцировать атропинные психозы только в рамках психозов с делириозным синдромом психотический синдром при атропинной интоксикации на основании нашего материала условно можно подразделить на следующие стадии первая стадия постепенная нарастающая оглушенность второй стадии постепенно нарастающего помутнения сознания третьей стадии обратного развития явлений помутнения сознания заканчивающиеся в четвертом стадии четвертой стадии стадии резидуальных явлений, преимущественно в форме астении и полное восстановление личности. То же самое происходит и при, скажем, отравлении красавкой, белладонной. Уже к концу первого стадия, особенно во втором стадии, у больных наблюдается неудержимая склонность ко сну. Часто больные во втором стадии засыпают, при этом они временно схватываются, продолжая галлюцинировать. В отдельных случаях, в зависимости от степени интоксикации, больной засыпает во втором стадии и спит частично в течение второй и во всем третьем стадии. Таким образом, в зависимости от длительности сна выпадают отдельные стадии, фрагменты их. Общий принцип течения, однако, этим не нарушается. Интересно отметить, что у алкоголика после сна заканчивается психоз, а тропинный больной несколько раз просыпается и к концу, даже после длительного сна, все еще остаются резидуальные или остаточные явления. Перехожу к краткому описанию отдельных явлений сноска. Более подробное описание наших больных будет приведено нами в другой статье. Речь больных очень скоро после интоксикации речевая продукция постепенно количественно уменьшается. По мере усиления помрачения сознания и появления обманов восприятия, правильные ответы на элементарные вопросы удается получить только при сильном фиксировании внимания больного, чаще путем его растормаживания при засыпании. Если последнее не удается, то ответы больного внешне протекают с разорванными ассоциациями. Длительный анализ этой речи показывает, что она связана в основном с меняющимися обманами восприятия, то есть галлюцинациями. Чем дальше идет процесс, тем речь все более теряет обычную ясность, произношение, заметно страдают и неврологические механизмы речи. Ориентировка. Ориентировка страдает резко. Расстройство ее нарастает постепенно. В следующем порядке, схематически. Сначала нарушается ориентировка во времени, затем вместе и последнее уже на грани или при пробуждении в ряде случаев нарушается ориентировка и в своей личности. Обман восприятий. Выраженным обманом восприятия предшествует какое-то перебирание руками, пальцами, носящих характер мелких движений в пальцах. Трудно еще определить, является ли оно просто выражением моторного беспокойства в руках, пальцах или выражением иллюзорных восприятий. Далее появляются движения, выражающие уже и явные иллюзорные восприятия. Затем появляются и галлюцинации. Больной что-то снимает с пальцев, что-то вытягивает из пространства между пальцами, сгребает что-то со своего тела, простыни, что-то вытягивает из платья, выщипывает как будто бы отдельные нитки из своего платья, из простыни. Затем становится заметным стремление его к отдельным пятнам, мелким вещам, мелким возвышениям на полу и так далее. Протягивает руки и в их направлении пытаясь что-то взять. Больной растягивает в воздухе нити паутины, ловит что-то, схватывает в воздухе, она поднося это ко рту, производит ряд жевательных движений, яснее становится, что больной сбрасывает пальцами с рубахи, с тела какие-то мелкие предметы. Знаете, это типичные для алкоголя. Мелкие. Я помню, я работал в деревне, украинской деревне, и там один алкоголик, по-русски пчела-пчела, по-украински бджола. И вот он бджолы, 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 какие-то паучки, и вот он вот так вот снимал. Он такой был истощенный, значит, уже настоящий деградирующий алкоголик, поэтому у него не было яркого дылиря, вот такой. Мелкие-мелкие предметы. Кроме этих основных типов иллюзорно-галлюцинаторных восприятий, которые имеются налицо во всех выраженных случаях, с различной частотой наблюдаются и другие обманы восприятий. Больные видят фигуры мужчин, женщин, цветы, крыс, мышей, мух и так далее. Во всех случаях отмечаются обманы восприятий зрительного типа. Тактильные обманы воспринимают, занимают меньшее место. Последние носят характер главным образом иллюзий, а не галлюцинация, они часто близки к парастезиям, ощущение ползания мурашек, насекомых и так далее. Только у трех больных можно было установить слуховые обманы восприятий, причем они чаще иллюзорного характера. Крики больных, они толкуют иллюзорно, слышат оклики, музыку и так далее. Зрительные галлюцинации яркие, интенсивно окрашенные, хорошо контурированные, часто двигательного типа, меняющиеся, сценоподобные. Больной видит бегущих людей на лошадях, повозках и так далее. В одних случаях, в зависимости от степени интоксикации, обманы восприятия обильны, почти непрерывны, продолжаются долго. В других случаях они эпизодичны. Однако во всех выраженных случаях можно установить наличие основного типа обманов, восприятия и характерный тип их протекания. Психомоториум. В описанных психотических расстройств, в описании психотических расстройств при атропинной интоксикации подчеркивается состояние психомоторного возбуждения у этих больных. Однако сказать «рекбарре» и ограничиться этим, как это делают некоторые авторы, значит не дать самого интересного в состоянии психомоторной сферы. Не дать своеобразия этого возбуждения. Это не возбуждение маниакального больного с богатством движений, округленностью этих движений, стремлением к многообразной деятельности. Это не кататоническое возбуждение со стремлением кататоника к движениям, характеризующимся угловатостью, стереотипией, импульсивностью и так далее. Это иного типа возбуждения. Оно скорее может быть охарактеризовано не как возбуждение, а как своеобразное двигательное беспокойство. Все эти движения связаны в основном с обманами восприятия, выражают реакцию на них, поэтому на описание их мы не останавливаемся. Стремление к галлюцинаторным образом бывает настолько сильно, что для больного как бы не существует преград. Надо иметь в виду при этом и понижение зрения, наблюдающееся у больных. Больной идет, не обращая внимания на то, что на пути его стоит стол, стена, окно. Он едва... Он сдвигается с кровати, идет как бы всем корпусом, делая при этом мало спонтанных движений. Интенсивность двигательного беспокойства различна от нерезкого, очень слабо выраженного, ограничивающегося беспокойством в пределах кровати до сравнительно резко выраженного. Настроение. При появлении обмана восприятия во второй стадии настроение меняется в сторону некоторой тревожности, напряженности аффекта. Больной с напряжением сматривается пристально в переживаемые им галлюцинаторные образы. Это не повышенное или угнетенное настроение. Это не аффективная бедность. Это своеобразное состояние известного напряжения аффекта, настороженности. Это состояние напряжения аффекта, настороженности, мы наблюдаем в каждом случае. Однако, в одних случаях такое эмоциональное состояние окрашивает психотическое расстройство на всем его протяжении. В других случаях отмечались временами и другие эмоции, протекающие, однако, эпизодично и кратковременно. Так больной мог улыбнуться, виденному им, мог выявить недоумение, ровное настроение зрителя. Бред. С вопросом о бредовых идеях мы сталкивались главным образом в периоде обратного развития психотических симптомов, когда уже исчезли обманы восприятий и генез некоторых неправильных утверждений не всегда был понятен. Эти бредовые идеи большей частью эпизодичны, не систематизированы, не стойки и при детальном анализе может быть вскрыта их связь с недавно пережитыми обманами восприятия. Профессиональный бред, как это наблюдается часто при Delirium Tremens, то есть при белой горячке, мы видели только в двух случаях. В трех других случаях можно было говорить скорее о Gewohnheit делир, то есть о обычном делире, чем о бесшефте гунгс делире, то есть делире, скажем так, занятости. Бредовые идеи на основании наших наблюдений не занимают большого места в психотическом синдроме. Память. Воспоминания о больных находятся в общем в зависимости о степени интоксикации. У одних больных в связи с этим отмечалась полная амнезия, у других частичная амнезия, а времени наивысшего развития делирия не сохранялось ни у кого, каких бы то ни было воспоминаний. Важно отметить, что слабых степеней амнезии вообще не наблюдалось. Восстановление всех симптомов в общем шло в обратном порядке их появления. Наряду с общими чертами, свойственными делирию любого генеза на основе наших наблюдений мы устанавливаем и наличие специфических черт психоза атропинового происхождения. Мы утверждаем, что психиатр, наблюдавший больных с атропинным психозом от начала появления психоза до восстановления личности больного на основе психической картины поставить в дальнейшем во многих случаях почти безошибочно диагноз атропинового психоза. В постановке диагноза для него будет иметь значение картина психоза в статическом разрезе и в разрезе течения. Здесь важно отметить определенный тип обмана восприятия, однообразие, стереотипность их, характер появления и особый тип настроения. Здесь можно отметить и тип возбуждения, который мы характеризовали как своеобразное двигательное беспокойство. Мы далее подчеркиваем особый тип настроения, особая напряженность аффекта, настороженность, резко выраженная амнезия и, наконец, все эти симптомы, как и другие связанные с ними, речь, ориентировка, происходят в связи с определенным типом глубокого нарушения сознания и сомноленции. Важно, что все психопатологические феномены выступают в определенной связи, в определенной структуре. При постановке диагноза надо учитывать и своеобразие отдельных симптомов. Однако акцент надо ставить на картине синдрома в целом, на взаимоотношение отдельных симптомов внутри его и на характер течения их. В связи с недостатком времени мы будем проводить дифференциальную диагностику только с делирием теременс. С этой формой заболевания мы считаем необходимым дифференцировать потому, что делирием теременс в практике психиатра чаще встречается, и клиническая картина его сравнительно хорошо изучена. Между прочим, надо отметить, что в результате господствовавших представление о неспецифичности инфекционных и интоксикационных психозов, особенно первый, каждый современный исследователь, сталкиваясь с необходимостью дифференцировать изучаемый им психоз этой группы, находится в довольно затруднительном положении. Чаще всего он вынужден ограничиться установлением особенностей психоза без попыток подробного его дифференцирования. Итак, делирием теременс отличается от атропинного делирия прежде всего характером нарушения сознания. Для читателей делирием теременс – это белая горячка. Нарушается сознание при делирием теременсом много иного типа. Оно менее глубокое, ориентировка большей частью менее резко нарушена, речь менее спутанная, речь может даже быть ускоренной и дейнфлю, чего не бывает при атропинном делирии. Обманы восприятия не так своеоднообразны, стереотипны, как при атропинном психозе. Слуховые галлюцинации гораздо чаще встречаются при делирием теременс. Настроение при делирием теременс боязливое, часто эйфорическое. Последнее не бывает при атропинном психозе. Гораздо чаще при делирием теременс встречается бред профессиональной деятельности. При атропинных психозах галлюцинации не соответствует извращенному мнению больного о себе и мнению о нем окружающих. При алкогольном делирии гораздо меньше амнезия. Для делирием теременс характерна бессонница. Для делирия атропинного характера как раз обратная неудержимая склонность ко сну. И, наконец, личность при алкогольном делирии восстанавливается не сразу после сна. Атропинный делирик просыпается несколько раз, и даже после длительного сна у него, как правило, остаются резидуальные явления. Мы понимаем всю сложность и трудность установления специфичности инфекционных и интоксикационных психоза вообще. В том числе и специфические черты делирия при атропине или белина. Чаще всего это отравление, если кто-то там поел, пожевал белиной. Трава это. Цветы. Белладона. И при атропине. Описанные нами особенности атропинного делирия требуют еще дальнейшего изучения и уточнения. Говоря о диагностике атропинных психозов, мы еще раз подчеркиваем решающее значение для диагностики структуры синдрома как такового. Синдрома в целом. При атропинных психозах у до того душевно больных особенно демонстративно выступает как бы стремление синдрома сохранить определенность своей структуры. В симптоматологии нового смешанного психоза этот момент выступает довольно ясно. Вопрос о характере взаимоотношений экзо- и эндоэлементов в структуре психоза представляет вообще большой интерес для психопатологии. Особый интерес представляет эти взаимоотношения при делирии. На материале, подобном нашему, эти взаимоотношения особенно наглядны. Здесь прежде всего надо различать два типа изменений психики душевно больных в связи с появляющимся новым психозом. 1. Изменения, наступающие у душевно больных с минус-симптомами. 2. Изменения, наступающие у душевно больных с плюс-симптомами. У первой группы больных спокойных, олигофренов, эпилептиков, безрезких дефектов психики и т.д. Изменения происходят таким образом, что у них постепенно наступает общее торможение всех психических функций, выражающие его оглушенность. И затем постепенно выступает картина развитого делирия. Здесь делирий сразу проявляется, как бы в чистой форме. Структура его не претерпевает особых изменений. Изменение личности больного и проявление нового психоза идет, в общем, аналогично наступлению делирия у душевно здорового. Различие только в том, что минус-симптомы не исчезают у душевно больного. Так, например, дефект памяти эпилептика, конечно, не исчезает. Когда удается вступить с ним в контакт, можно выяснить наличие этого минус-симптома. Однако, как минус-симптом, он не нарушает общей структуры синдрома. У второй группы душевно больных с плюс-симптомами мы различаем следующие изменения. Общее ослабление всех психических функций и особенно плюс-симптомов. Так, у двигательно беспокойного больного постепенно наступает торможение. Речевая продукция больного с ускоренной речью постепенно замедляется до полного, в некоторых случаях, прекращения речи. Тоже и в отношении других психических функций. Часть ослабленных симптомов вовсе стушевывается и их сменяют новые симптомы. Так, наступившее двигательное успокоение возбужденного больного сменяется двигательным беспокойством, но уже связанным синдромом атропинного психоза. Другая часть симптомов переплетается с симптомами нового атропинового психоза, причем одна группа симптомов основного заболевания вскоре стушевывается, сменяясь симптомами делирия. Другая группа в таком сплетенном состоянии остается очень долго, сохраняясь почти на всем протяжении смешанного психоза. Эти переплетенные симптомы не являются механически соединенными и представляют по существу новые, правда, своеобразные симптомы. От этих новых следует отличать сохраняющиеся симптомы на определенном этапе нового заболевания, то есть атропинного психоза, которые иначе выглядят в связи с их выступанием в новых необычных для них связях. Общим как для здоровых, так и для душевно больных является сохранность на всем протяжении атропинного психоза некоторых черт характера, так, например, угрюмость и так далее. Что важно отметить в отношении всех групп, так это то, что во всех случаях выступает как бы борьба нового синдрома за свое утверждение, за сохранность определенности своей структуры. Интересно, что больной к наступлению нового синдрома не относится безразлично. Он пытается всячески сопротивляться ему. Это сопротивление выступает на всем протяжении заболевания, в различной интенсивности, на различных этапах. Эпилептик без резких дефектов психики пытается всячески ответить на заданный вопрос, однако это ему уже не удается. Кататоник, пребывающий в ступорозном состоянии, лежащий до того совершенно неподвижно, вдруг начинает протягивать руку в сторону галлюцинаторных образов. Но протянув вперед несколько руку, он как бы не доводит ее до галлюцинаторного образа. Только по мере прогрессирования нового психоза больной после нескольких недоведенных до конца протягиваний руки, протягивает ее больше с каждым разом и, наконец, заканчивает это движение в сторону галлюцинаторного образа. Больной ловил что-то в воздухе и закончил поднесением к рту. В общем, надо сказать, что делирий настолько стушевывает симптомы основного заболевания, что в ряде случаев исследователей, наблюдавшие больного, только на высоте нового заболевания, даже не заподозрит, что это делирий, уши изофреника, эпилептика, олигофрена и других. Это обстоятельство дает возможность диагностировать атропийный психоз, поскольку он во всех выраженных случаях выступает со свойственными ему специфическими особенностями. Наши положения, высказанные в отношении синдрома делирия и, в частности, атропинного делирия, не только представляют интерес в отношении этого синдрома, но ставят вопрос о проверке их на материале и других экзогенных типов реакции, других инфекционно-интоксикационных психозов, как мы уже указывали в прошлом докладе, изучение инфекционно-интоксикационных психозов открывает широкие горизонты для понимания ряда проблем общей психопатологии, клиники, патогенеза, а следовательно и терапии душевных болезней. Ну, вот такая статья. Интересная статья. Ну, конечно, надо наблюдать. Я вам хочу сказать, я в своей практике, я же не нарколог, причем в самом начале своей карьеры, будучи сельским участковым врачом, в 1800, в 1968, в 1969 годах, наблюдал за тремя пациентами, страдающими делирием тременс. Один это был молодой парень, 38 лет, это была классика, это были галлюцинации, зрительные в основном, слуховых не было, не было и вот этих мелких галлюцинаций, тактильных, а было крупно, и вот он, значит, лежит, причем по ночам, да, по ночам, значит, вы понимаете, это был молодой, буйный, знаете, чем моложе, чем крепче пациент, тем, значит, делирием тременс протекает более активно. Вот, и я помню, сестры прямо возмутились, как, значит, а я был одновременно и главврачом этой больницы, там больничка была на 25-30 кое, вот, так и врачом они, значит, запротестовали, как это, мы не будем следить, ну, сами понимаете, на черты им надо ночами не спать и иметь дело с галлюцинатом, да, вот, в то время ни черта не было, да, я и не знал, что есть какие-то там антипсихотики, наверное, это был в 1968-м, были уже и голоперидол, наверное, и аминозин, но у меня его не было, это была больница общего типа, сельская участковая больница, значит, был такой Ленин, мепробомат, вот, я помню, давал, но это ему было, как говорится, слону дробинка, да, вот так и он, значит, это был мощный, и я прямо успокоил медсестер, сказал, вы знаете, я буду сам наблюдать, значит, значит, этот делириум, делириум, вот я вот не помню уже детали, но, по-моему, днем он был спокойным, вот, а по ночам я сидел, три ночи подряд я сидел с ним, от начала до конца, и вот, значит, вот он лежит, лицо красное, такой молодой, крепкий хлопец, он грузчиком работал, там, не знаю даже где, в сельпо, по-моему, вот, и, значит, лицо красное, и вот он лежит, лежит, как будто бы немножко, потом говорит, о, Петро, по-украински, о, Петро, прошу прощения, спыздив, мешок картошки, и куда-то, значит, начинает кричать, вот, и не спал, всю ночь не спал, вот, проходилось его, значит, он не был агрессивным, кстати, абсолютно, значит, вот были эти галлюцинации зрительного характера, возбужение было, действительно, возбужение, он возбуждался, периодически, пришлось, приходилось его успокаивать, ложить, вот, и, в общем-то, так продолжалось трое, три ночи, днем я, конечно, вынужден был работать, значит, он был более-менее спокойный, то есть, значит, в дневное время, вот это, галлюцинации, как бы, уменьшали, а к вечеру они оживлялись, и действительно, как правильно, вот, пишет профессор Гольденберг, ну, вот, значит, где-то на, под конец третьей, я уже не помню, или четвертой, он заснул, причем заснул крепким сном, значит, потоотделение было обильное, вот, значит, проспал, по-моему, сутки, не помню уже, давно было, 68-й год, после института только, вот, проснулся, астеничный, дрожал, почему называется, делириум тременс, значит, во время острого психоза он не дрожал, а после этого, значит, слабый, вялый, значит, дрожит, ну, я тогда уже понимал, что надо его, значит, астению-то я видел, то есть, причем, что интересно, тут даже не так психическое астения, как физическое астения, значит, что глюкоза у нас была, витамины группы В были, алоэ было, витамин С было, значит, все это мы ему делали внутривенно, и постепенно, постепенно за 2-3-4 дня он постепенно набирался сил, у него появился аппетит, потому что в течение этих трех дней он не ел абсолютно, вот, не помню там днем, значит, когда я отсутствовал, когда был на амбулаторном приеме, вот, значит, не ел, потом у него аппетит появился, кушал, и я даже помню, трудотерапию, значит, у меня там был, значит, больничный дом, мне как врачу дали, ну, и на участке, на участке, значит, такая стояла вишня уже засохшая, и вот я помню, я ему сказал, я уже забыл, как его зовут, значит, он спилил, ну, небольшая такая вишенка, значит, вот, значит, эти ветки порезал, это была как трудотерапия, и где-то через 3-4-5 дней он был как огурчик, на фоне вот этой витаминотерапии, глюкозы, аскорбиновой кислоты, питания, да, значит, по-моему, он был холостой, не помню, но это ж село, там все друг друга знают, значит, больным, родственники приходят, естественно, и его кормили, а вот второй, второй пациент, там у нас рядом, значит, еще и был рыбколхоз, Каховское море, вот, рыбколхоз, он как раз работал, значит, в рыбколхозе, причем уже спился, спившийся был, поэтому он работал там сторожем, причем тоже молодой, но выглядел, конечно, намного старше своего возраста, значит, ну, он был, конечно, такой астеничный, истощенный человек, вот у него белая, во-первых, у него этот психоз продолжался гораздо дольше, чем у этого молодого, вот, хотя и не так ярко, значит, в основном, в основном он видел, ну, не чертей, конечно, уже в то время, чертей никто не видел, но он видел крыс, в общем, таких мелких, мелких этих вот животных, вот, о, крыса, крыса, вот, и снимал, значит, вот, со своего тела, значит, этих бджоу, как он говорил, бджоу, жена, я помню, у него, значит, была такая разбитная, значит, бабенка, разбитная, вот, в буквальном смысле этого слова, работала в магазине продавщицей, не знаю, наверное, она ему изменяла, почему, потому что он, конечно, был полный импотент, но приходила, ухаживала, и так далее, и так далее, и вот у него этот, значит, в такой ослабленной, неяркой форме, у него не было этого сильного возбуждения, нет, то есть, его не надо было, значит, там как раз и медсестры не возражали, почему, потому что он был настолько слаб, что, в принципе, он не доставлял никакого, никаких проблем, обслуживающему персоналу медицинскому, вот я не помню, спал он или не спал, это выпало у меня, почему, потому что, я тогда и не уделял внимания тонкость, я был общим врачом, причем каким общим? Молодым, только закончил там, 3-4 месяца, может быть, полгода проработал, вот, ну и таким образом, значит, он, причем, что интересно, вот, что интересно с делирием тремен, значит, он, значит, у этого крепкого молодого человека, как раз летом, это было лето, была сильная жара, и вот эта жара спровоцировала у него, спровоцировала, а у этого второго пациента, я помню, его Дмитрий звали, сторож рыбколхозе, у него, по-моему, это была зима, и вот он после перенесенного гриппа, или простудного заболевания, вот, не буду лгать, вот, не помню, но помню, что это было зимнее время, и что он переболел, там, вот, или, значит, гриппозный, или ОРВИ, вот, на фоне, значит, этого заболевания, или, вернее, после, даже, по-моему, и воспаление легких, я вот не помню, но, в общем, была какой-то инфекционно-соматическое заболевание, которое спровоцировало у него, вот, вот так вот это я наблюдал, вот, значит, не помню, как он вышел, а тот точно, тот заснул, и все, сутки проспал, встал, дрожащий, вот, это, по-моему, и не дрожал Дмитрий, вот, там уже, в общем-то, был, конченый человек, по-моему, он очень скоро после этого и умер, вот, не помню, вот, а тот, значит, сутки проспал, все, проснулся, и, дрожь, 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 ну, через 3-4 дня на витаминотерапию, глюкозе он вышел, значит, этого Дмитрия, я помню, немножко хуже, почему, потому что, во-первых, он был таким спокойным, во-вторь, все, мне, я не ночевал с ними, с ним, а с тем я ночевал, 3 ночи я провел, вот, знаете, 24 года было, силы были, да, несмотря на диабет, 3 ночи, значит, не сплю, с ним сижу, наблюдаю это все, ну, а потом еще работа, потом 25 больных, а потом амбулаторный прием, вот, ну, вот, что значит молодость, ну, вот такая, вот такие вот воспоминания, причем они не были связаны с еще моей работой по специальности психиатрии, я был просто сельским участковым врачом, так называемая деревня Благовещенко, Каменко-Днепровский район, Запорожской области, а там рассказывали, значит, что когда Хрущев сделал это Каховское море, поставили на Каховке эту плотину, какое-то, какие там были райские места, это Днепр был, там, значит, протекала река Конка, там, говорит, плавни были, боже мой, рыбы сколько были, мед был, дикие пчелы, понимаете, вот, и так далее, и так далее, были прекрасны, а это было Каховское море, такое, понимаете, затопленное, вот, территория колоссальная, значит, не покупаться ничего, вот, а тогда вот, я не застал это, я помню эту идиллию, когда, будучи еще ребенком, мы ехали из Запорожья, мы жили в Запорожье, ехали в Одессу, значит, под Днепру до Херсона, а потом был такой кораблик, пруд, он из Херсона, значит, в Одессу, вот, я помню эту идиллию, вы понимаете, вот плывешь по берегам Днепра, вот, я уже не помню, насколько он был широкий, или не широкий, но везде зелень, зелень плавни, справа, слева, плавни, 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 помню закат такой, значит, вечером этот, пароход, колесный, вот такой, сбоку вот такой, шлеп, 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 теперь говорят вообще, ни кораблей, ни пароходов, под Днепру не ходят, то есть, вот, полностью, 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 упадок в Украине, ну, хорошо, на этом я, доктор Джордж Горбатов, завершаю чтение этой интересной статьи, Гольденберга, к учению, об экзобе, о экзогенных типах, реакции, по сути дела, немножко было теории, а так, в основном, посвящено атеропиновому психозу, экспериментальному атеропиновому психозу, вот что меня удивляет, зачем надо было атеропин, атеропин вводить, скажем, больным людям, и здоровым проводить, может быть, скорее всего, значит, кроме инсулиновой терапии, вот, в эти 30-е годы, был еще и атеропина коматозная, может быть, их, значит, лечили этим, не знаю, вот, но если это, как эксперимент, то это варварство, это дико, понимаете, взять, там, перечисляли, диагностика, и так далее, ну, и дифференциальный диагноз, скажем так, с делириум тремис, белой горячкой, значит, атеропиновый психоз я не видел, и не встречал, хотя, наверное, значит, белина, говорят, и коровы, и коровы, крупный рогатый скот, и козы, которые вот там пасутся, и, значит, кушают эту белину, красавку, вот, они тоже галлюцинируют, и тоже у них, значит, там, я не знаю, засыпают, тут пишут, что вот засыпают, но потом возбуждение, вот, так что вот такие дела, ну, в общем-то, интересная такая статья, вот, хорошо, на этом я, доктор Жёвш Горбатов, завершаю чтение, благодарю всех слушателей за проявленные интересы и внимание, и прощаюсь до следующего чтения из моей библиотеки, библиотеки, спасибо и до свидания.